В минувшую среду территориальной избирательной комиссии Устилимска был последний день, чтобы утвердить или отказать в регистрации кандидатам на выборы в мэры города. Из 11 претендентов осталось только четверо. Такой напряженной гонки еще на предстартовой черте город не помнит. Понервничать пришлось всем, даже явным фаворитам. Шоком, для кого-то радостным, для других нет, стало известие, что с предвыборной гонки выбыл опытный политик. Первый мэр Устилимска и бывший депутат законодательного собрания Анатолий Дубас. Он решил вступить в борьбу неожиданно, чем тут же внес сумятицу в ряды недругов. Выбыл также внезапно. Документы, которые он предоставил от себя, были в порядке. Подвела партия Родина, выдвигавшая его на эти выборы. В последний момент, когда уже ничего нельзя было исправить, выяснилось, что в присланных ей бумагах грубые несоответствия. Я могу всем присутствующим еще раз пояснить, что они сфальсифицировали выбежение кандидатов. И представленные документы кандидатам не соответствовали действительности, что является нарушением при выдвижении, является основанием для отказа в регистрации кандидата. Кандидат не представил документы, которые все он представил, но партии документы не были представлены. Ну, я полагаю, утверждение о том, что партия сфальсифицировала представленные документы еще, скажем так, слишком скорая? Ну, скорая. У вас подтверждающие документы есть, значит, они представили одно. И у вас есть явный документ, подтверждающий о том, чтобы документы были сфальсифицированы? Ну, а как понимать, если они написали, что это техническая ошибка, и что присылали... Вы-то говорите, что представлены документы, противоречащие друг другу, хотя бы так, они сфальсифицировали. Ну, ладно, ладно. Достаточно грубо. И, значит, оригинальное отделение же сообщило нам. Выдвиженку от партии города России Екатерину Сазунову, домохозяйку 94-го года рождения, утвердили и раньше других. А скромную труженицу сферы торговли Ирину Кондратьеву посвятили в кандидаты хоть и в последний день, но без особых вопросов. Кондратьеву Ирину Юрьеву вручаем удостоверение. Поздравляем с регистрацией вашей фотографии получил это. Отвечитесь, пожалуйста, в получении удостоверения. Директору охранного предприятия ГАРД и действующему депутату городской думы Наилю Гарипову кандидатское удостоверение также выдали под занавес. Выдать Гарипову Маилеу Новославовичу удостоверение о регистрации установленного городца. Кто заданное решение, прошу проголосовать. Елена Глазова. Вести в соответствии с законодательством. Спасибо. За, видимо, легкостью, с которой Наилю Гарипов стал официальным кандидатом на пост мэра города, скрываются неувязки, собранными в его поддержку подписями горожан. В первый раз выяснилось, что ему нужно указать не только, где работает, но и то, что является депутатом городской думы на безвозмездной основе, то есть не получает за это деньги. Пришлось пересобирать все подписи, 300 с лишним штук. Каждую рассмотрели и изучили на достоверность с особым пристрастием. А некоторые разыскные мероприятия проводились буквально на грани здравого смысла и закона. О том, что грядущие выборы будут как никогда горячими, говорит тот факт, что на орехи досталось даже старательному поталкиваемому Единой России Сергею Зацепину. Из-за разных заминок он также дотянул до самого последнего дня регистрации кандидатов и понервничал, возможно, больше остальных. Вопрос весьма существенный от члена комиссии с правосвященцем области. Я тоже считаю, да. А от чем вопрос? Я полагаю, что это разные органы. Местный политический совет, соответственно, и местное отделение. Рекомендовано было и согласовано местному отделению, а не политическому совету. Почему политический совет? Да, я был на заседании местного политсовета. Да. И вы были на заседании местного политсовета, правильно? Да. Ну, тогда вопрос имеет, да, действительно, юридическую силу, и у нас коллизия. Почему-то, когда заминки по партийной линии возникли у Анатолия Дубаса, вердикт отказать был категоричен. Когда же речь зашла о ляпах Зацепина, часть членов избирательной комиссии, включая председателя, практически взяли вину на себя. По закону должны были за три дня предупредить местное отделение или кандидата. Этого не было сделано комиссией, поэтому предъявить сейчас, в данном случае, кандидата мы не имеем права. Потому что, значит, я говорю, что в соответствии с требами законодательства, если какие-то есть замещания, то должны были уведомить об этом. Не уведомить, значит, это остается в силу наших кандидатов. Поэтому я предлагаю проголосовать и принять решение. Александр Павлович, а мы можем переводить заседание на пять минут? Для чего? Для консультации с вами. Между тем, убедить в своей правоте председателю удалось не всех членов избирательной комиссии. Вот момент голосования за утверждение Зацепина кандидатом. Кто за данное решение, прошу бы голосовать. Кто против? Двое против. Кто воздержался? Решение принято. Как видно на кадрах, из девяти имеющих право голоса против регистрации Зацепина высказались двое. Один воздержался. Вручая удостоверение, Кочетков омрачил радость кандидата, сообщив, что его противники еще могут обжаловать такое решение в суде. Максим Сизых и Александр Панкратев. Информационная программа «Северный город». Анатолий Дубас не мог не прокомментировать свое снятие с предвыборной гонки. Грязные ли это методы конкурентов или банальная ошибка, он рассказал нашей программе. Два дня назад избирательная комиссия города Устилимска отказала мне в регистрации кандидатом на пост мэра города Устилимска. Причина неправильно оформленный партийный документ. Я шел от партии «Родина» на выборах в законодательные собрания и сегодня точно так же от партии «Родина» должен был идти на выборах мэра города Устилимска. Меня очень серьезные люди познакомили, рекомендовали на сотрудничество с этой партией. И по большому счету я понимал, что, конечно, по мне откроют сильный огонь, критику. Потому что я, как кандидат, некоторым кандидатам, которые сегодня уже зарегистрированы, не нравлюсь. Они, по всей видимости, видели во мне довольно серьезного соперника. И не факт даже того, что они с какими-то махинациями, с подкупами, с подвозами могли бы выиграть эти выборы. Я хочу верить, что при подготовке документов нашими партийными лидерами это произошла ошибка, а не была сделана намеренно какая-то недоработка в наших документах, партийных документах. Мне предлагали другие партии выступать от них, но я посчитал, что если я уже как-то начал сотрудничать с партией «Родина», то с моей стороны это было бы предательством. Но на сегодняшний день получилось немножко по-другому. Я не скажу, что, может, меня предали. Мне с этим необходимо будет еще разбираться. И я обязательно с этим разберусь. И сделаю для себя определенные выводы. Дальше сотрудничать с этой партией или нет? Могу всем сказать, я еще пока не являюсь членом партии «Родина». Я думал им стать после выборов мэра города Устилинска и тогда принять окончательное решение о вступлении в партию. Меня встречают очень многие горожане в городе, на улице, в магазинах. Я смотрю за социальными сетями. Мои друзья. Они вообще, по большому счету, поддерживали меня на протяжении всего этого периода, пока шла регистрация, сбор документов. И если я в начальном этапе еще как-то не понимал для себя окончательно, значит, надо мне идти, не надо мне идти, то при такой поддержке и друзей, и совершенно незнакомых людей, и знакомых людей, которые появились, я понял, что необходимо идти на выборы. И принял решение. Никто меня не может обвинить в том, что я хотя бы один раз, в каких выборах бы я не участвовал, как бы ни складывалась ситуация, я сошел с дистанции. Я всегда боролся до конца. На некоторых выборах мне предлагали там и деньги, и должности, и какие-то другие дела, значит, для того, чтобы я сошел с дистанции в пользу того или иного кандидата. Но я всегда считал, что у меня есть избиратель, вот тот избиратель, который действительно в меня верит. Пусть их будет тысяча, или две тысячи, или их пять тысяч, но это те люди, которые идут на избирательные участки для того, чтобы напротив моей фамилии поставить галочку. Я не могу этих людей подводить. Я и сейчас не собирался их подводить. Но так получилось. Я не думаю, что когда вот таким образом выбирать соперников, то у людей, которые это все делают, у них в душе должно что-то происходить. Но, похоже, у нас выборы давно уже стали не совсем демократичными, не совсем правильными. Выборная система требует реформирования. Но мы об этом с вами поговорим в другой раз. Обязательно поговорим. Поэтому я хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто меня поддерживали. Вот в этот период сбора документов. Поддерживали, когда проходило уже даже заседание комиссии. Поддерживают сегодня. Они верят в то, что я в любом случае буду каким-то образом бороться. Я могу вам сказать одно, что ни одно поражение меня не может остановить. Даже такое не совсем достойное, но не может остановить. Я люблю этот город. Я в любом случае в этом городе живу. Поэтому я буду помогать тем людям, достойным людям, которых вы изберете, руководящие органы нашего города. Изберете мяром город. Я хочу, чтобы в городе была власть хорошая, профессиональная, нормальная, за которую проголосует большинство людей нашего города. Еще раз огромное спасибо всем за поддержку. Я думаю, что выборы – это в первую очередь ваше решение. А ваше решение может произойти только тогда, когда вы придете, получите бюллетень и проголосуете за того или иного кандидата. Напомним, досрочные выборы мэра города Устилимска состоятся 24 марта 2019 года.